Телеканал «Загородная жизнь» совместно с ландшафтной мастерской «Авторский сад» запускает новый проект «Ландшафт без проблем». С помощью профессиональных ландшафтных архитекторов мы ответим на горячий вопрос от телезрителей нашего телеканала и узнаем, как можно своими силами решить даже самые сложные проблемы благоустройства загородного быта. Здравствуйте, я Оксана Хлебородова, ландшафтный архитектор, руководитель ландшафтной мастерской «Авторский сад». И мы с вами начинаем целый цикл передач, очень интересных, я надеюсь. Мы закладываем парк садов. Мы находимся в нашем питомнике, и у меня давняя идея была сделать такие демонстрационные сады, которые, в общем-то, во всем мире есть. У нас пока еще такого большого парка с этими садиками нет, но сады, которые показывали бы, что можно делать человеку на своем участке, вокруг своего коттеджа, делать какой-то прекрасный сад. Очень многие люди просто не знают, как это может быть, то есть покупают красивые растения, но не знают, что с ними делать дизайнерски. Мы будем показывать разные технологии, мы будем объяснять, как сделать водоемы, как сделать кромку этого водоема, чтобы она была интересная, приятная, натуральная или, наоборот, ненатуральная. То есть куча технических вопросов, о которых человек даже не задумывается очень часто, но которые, в общем-то, делают либо сад таким волшебным и очень красивым, и на таком высоком техническом уровне, который позволит минимально потом за ним ухаживать, либо это получается какое-то болото, какие-то сорняки. В общем, совершенно не то, что человек хотел сделать изначально. Вот это все мы будем с вами демонстрировать здесь. Те сады, которые мы будем закладывать, они остаются, и мы будем с вами в течение сезона, во всяком случае, может быть, и дальше, следить за тем, как это все растет. То есть мы сажаем растения и маленькие, и большие, мы сравниваем, как это будет. То есть куча вопросов, которые, в общем, волнуют людей, волнуют в повседневной жизни, в садовой, в дачной, в нашей садоводческой практике. Мы все это будем с вами проговаривать, и не только проговаривать, но и делать это своими руками. Вы все это увидите воочию. Ребят, торжественный момент. На самом деле чувствуешь себя Наполеоном абсолютным. На этих просторах мы закладываем с вами первый камень. Действительно, ну, не то что торжественно, но мы как-то очень долго этого ждали, поэтому для нас это очень важно. Помогать мне будут специалисты нашей мастерской, наши студенты, школы ландшафтного дизайна, наши практиканты, стажеры, наши рабочие, заведующий нашего питомника будет давать нам прекрасные растения. Я думаю, что общим усилием и мы справимся. А что у нас получится? Ну, посмотрим. Декоративный огород в ландшафтном дизайне – это не просто грядки и теплицы на приусадебном участке. При оформлении огорода своими руками следует придерживаться определенных правил, знать о сочетании овощей на грядках и уметь рационально организовывать имеющееся пространство. Но сначала нужно подготовить грунт. Ну, и такой технический момент. Сейчас еще весна, сейчас еще время. И клещи, и куча всяких насекомых, кусачек, которые могут быть в земле. Есть они на вашей территории или нет, они, в принципе, могут появиться в любой момент. Так что лучше почву обработать, чтобы быть уже спокойными. Когда вы возите с землей, мы очень часто что-то сажаем и голыми ручками, да, какая-то маленькая рассада сажается, чтобы себя обезопасить, лучше произвести эту обработку. Поскольку наши садики в чистом поле, первое, что мы должны сделать, это каждый садик выгородить, выгородить пространством, в котором мы будем его разбивать. И мы огораживаемся не только растениями, то есть у нас будут и живые изгороди, и у нас будут ограждения деревянные. И начинаем мы именно со стройки, с деревянных наших конструкций. И вот на этом станке мы распилили все, что нам надо, распилили древесину, и что мы из нее делаем? Давайте поглядим. Обработанные доски, из которых у нас будет лавочка и столик, толстые доски, из которых мы будем делать грядки огорода. Дальше сами ограждения из тростниковых матов. Вот на этих тростниковых матах хотелось бы немножечко задержаться. Естественно, эти тростниковые маты, они мягкие, они не будут сами по себе, они обязательно будут крепиться к каркасу. То есть у нас сосновая, основа вот эта вот деревянная, то, что мы готовили на распилочном станке. И у сосны вот эта текстура, она со временем будет немножечко становиться более яркой. Мы специально выбирали такую древесину с сучками. Я очень люблю, когда рисунок дерева такой красивый. И, значит, вот эти наши столбы, которые основа дальше поперечной рейки, все это мы готовим, и все это сейчас у нас будет устанавливаться. Дальше, смотрите, мы обязательно должны низ столбов покрыть битумом, чтобы наши столбы простояли долго, чтобы битум не давал влаге впитываться в древесину, и чтобы она у нас не портилась ни зимой, ни дождливым летом. И, значит, мы с вами просто вот всю нижнюю часть, которая будет в земле, просто промазываем битумом. Сейчас у нас довольно теплая погода, и когда погода теплая, то мы не разогреваем битумом, он и так сам по себе жидкий. А когда погода холодная, просто битум надо чуть-чуть разогреть. Он впитывается в дерево очень хорошо. Древесину лучше использовать для таких, скажем так, участков. Лучше всего, оптимальный вариант древесины, которая более влагостойкая. Ну, дуб, это в наше время довольно-таки дороговато. И лиственные породы хвойные есть тоже очень замечательные. Ну, мы используем, в основном, сосна идет, так как это оптимальный вариант, бюджетный, скажем так, даже крайний. И он стоит довольно-таки долгое время. Если даже взять относительно, к примеру, построения, которые строили еще наши дедушки, то они выстаивают при обработке даже тем же битумом довольно долгое время. Заборы стоят, ну, 5-10 лет, в зависимости от влаги, от почвы, как они подвергаются. Ну, на данном участке здесь почва довольно-таки сухая. И данное построение будет стоять, ну, где действие будет точно стоять. У нас на площадке обязательно будет газон. И вот я, как дизайнер, хочу сказать, что большое счастье, когда появились рулонные газоны. То есть раньше это был такой очень длительный процесс, когда газон приходилось сеять, как-то вот эти маленькие росточки очень тщательно оберегать. Рулонный газон решает множество проблем. Но как за ним ухаживать, что с ним делать, расскажет нам сейчас специалист. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Роман. Очень рад вас видеть сегодня. Многие люди покупают газон и видят какую-то некую желтизну. И говорят, что вы нам продаете какой-то старый газон. А это является, наоборот, признаком качества. Потому что данному газону более двух лет. Да, что он не молодой. И он успел крепко собраться уже. И корневая система, она стала более плотной. Дерневно очень плотная, да. Он не расползается, просто бывает, газон молодой, просто его кладешь, он расползается в руках. Это газон очень качественный, очень хороший, плотненький, два сантиметра, просто как ковер. Этот газон является двухлетним, поэтому есть желтая трава на нем. И как можно проверить? Вот берется газон, особенно когда он сухой, и вот так трясется. Если он не расползается, и корневая система тянется на себя, то тогда газон является хорошим. Вот так можете проверять. Да, да, да. Так, замечательно. И вот смотрите, это глина или это какой-то специальный грунт, вот на чем вы выращиваете? Она довольно плотная. Это суглинок? Суглинок, да. Суглинок. Вот, соответственно, там есть дерн. Да. Вот, и на дерне держится именно сам газон. Все понятно, да. А скажите, пожалуйста, теперь вот эту вот желтую траву, ее надо вычесывать грабельками, когда мы положим газон? Или некоторое время его лучше не трогать? Лучше не трогать первое время, пока он приживется. Да. А потом можно взять грабли и прочесать уже где-то через месяц. Я рекомендую, когда уже... Да, да, да. Смотрите, очень многие люди боятся, что... Они спрашивают, как ухаживать за рулонным газоном? Они почему-то считают, что рулонный газон – это совершенно какой-то другой зверь, это вот не та трава, которую мы сеем. Вот дальнейший уход отличается от посевного газона или нет? Вот мы положили дальше, что мы делаем? Кормим, стрижем? Рулонный газон не требует фактически никакого ухода. Два раза в год нужно добавить удобрения, прочесать, ну и самое главное – поливать. На этом какие-то действия с газоном, они заканчиваются. Ну, собственно, смотрите, почему я спросила. Очень многие люди делают 20 сантиметров подготовки плодородного грунта под газон. 20 сантиметров ему не нужно. Вот специалист говорит, действительно, там 8-10 сантиметров – основная масса корешков. То есть газон рос 3 года, и, в общем-то, практически все корни вот в 2-сантиметровой толщине. То есть мы основную массу корней ему оставили. И, в общем, дальше, ну, чуть-чуть ему чернозема как-то так, даже больше для собственного спокойствия, и газон будет расти прекрасно. Да, но, тем не менее, хотел бы отметить, что если вы данный газон уложите на глину, то газон может умереть. Все-таки необходимо, необходимо все-таки подготовить, потому что из нашего опыта, как бы, он будет расти, но он будет болеть, с ним будут какие-то проблемы. Все равно мы готовим почву. Это база зубы. Как бы, абы где нельзя класть. Допустим, вместо глины мы сыпем туда плодородный грунт, либо торф. И тогда газон приживается, потому что бывают какие-то вопросы, поэтому не стоит не прибегать именно самой техникой укладки. Мы начинаем наши посадки с совершенно замечательного растения. Мы сажаем живую изгородь из смородины альпийской. Вот это растение, которое обычно остается за кадром, потому что мы привыкли к живым изгородям из кизильника, из пузыреплодника, из дёрина. Смородина альпийская – удивительно стойкое растение. То есть оно по стойкости, оно превосходит даже дёрин. Его можно сравнить с пузыреплодником. Она очень засухоустойчивая. Для города она прекрасная. Для дачников, которые раз в неделю приезжают и поливают свой участок. И кроме того, она очень быстро нарастает и держит вертикальную форму. Вот эти кусты, которые тут у нас на заднем плане, мы их вот с такого росточка вырастили. За два года они набрали вот такую замечательную массу. И теперь это уже крупные растения. Поэтому, если у вас нет крупного, сажайте маленькое. Через два года у вас будет примерно то же самое. Сажаем плотненько, близко. Ребят, три штуки на погонный метр. Ближе, 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 прямо, чтобы смыкалась крона, чтобы мы сразу постригли. И сразу у нас эта живая изгородь была бы стеночкой. Она будет расти выше. То есть наша задача дорастить её примерно до такого уровня, чтобы человек сидящий, ну, как-то она была выше уровня глаз, чтобы чувствовать себя в закрытом таком пространстве, когда ты сидишь на лавочке, когда ты отдыхаешь. Поэтому сейчас мы сажаем эти кусты, потом мы их постригаем, и у нас будет уже первая наша живая изгородь. Самой главной особенностью альпийской смородины является то, что она абсолютно нетребовательна к условиям выращивания. Она сажается в обычную почву, в нашу садовую почву. Прекрасно отзывается на подкормки. Причём как микроудобрениями, как минеральными удобрениями, так и органическими. И совершенно нетребовательна к обработкам. Её практически, она практически не поражается никакими насекомыми. Ну, и, собственно говоря, если вы её будете систематически поливать, то вы будете всегда иметь очень аккуратную живую изгородь из смородины. Вот наш замечательный тростник. Но если брать каждую палочку в отдельности, она гнётся, она ломкая. Когда они сплетены проволокой все вместе, это получается довольно прочный мат, но он подвижный. И для того, чтобы зафиксировать его, мы его крепим к каркасу деревянному. Между двух рам закрепляется этот мат, чтобы не было видно вот краешка вот этого, чтобы он весь был внутри спрятан в древесину, мы аккуратно разрезаем проволоку. У нас получается тот размер, который нам нужен. И мы между деревяшкой одной и деревяшкой другой, рамой одной и рамой другой, мы закрепляем наш тростниковый мат. Сейчас мы этим занимаемся. И сейчас наши работы уже подходят к концу. Мы делаем последнюю секцию и начинаем вставлять столбы, те, которые мы обмазывали битумом. Мы начинаем их вставлять в землю и засыпать граве. Создание сада принимают участие наши студенты. Это студенты, которые проучились у нас целый год на годовом курсе, где они учили дендрологию, планирование, композицию. И сейчас они имеют возможность все свои полученные знания проявить, попробовать на практике. Делать огород, посадить растения. То есть это самая важная вещь для практикующего ландшафтного дизайнера. И получить не только теоретические знания, но и попробовать свои силы на практике. Ну и самое главное, мы делаем маленький огород. Приподнятые грядки из дерева, из доски, толщиной 50 мм, высотой 200 мм. Эта доска довольно крепкая, она достаточно устойчивая, чтобы держать форму грядок. Эти огородики очень удобные. Вот мы внутрь кладем черный геотекстиль на всякий случай, потому что здесь у нас почва с сорняками неискоренимыми. Это просто поля. И за один год мы с сорняками справиться никакими силами не сможем, поэтому здесь это вынужденные меры. Если у вас земля нормальная, этого не надо делать. Дальше мы засыпаем наши грядки черноземом, плодородным. Мы его делаем, мы смешиваем сами. Это низинный торф и немножечко песка. Получается очень такая влагоемкая смесь, очень легкая для растений. В ней с удовольствием растут и помидоры, и огурцы, и клубника, и все на свете. Это не кислая почва. Торф обязательно нейтрализуется. Это низинный торф, который имеет нейтральную реакцию. В общем, все, что нужно для растений, любой агроном вам посоветует. И главное, что эта земля стерильная, здесь практически не может вырасти никакой сорняк. И дальше, после того, как мы заполняем емкости этой землей, мы высаживаем, наконец, нашу замечательную рассаду. В принципе, на декоративном огороде можно посадить любые огородные растения, которые вам нравятся. Но в первую очередь, конечно, хочется увидеть на нем декоративно-лиственные растения. И нельзя ни в коем случае забыть про кабачки, патиссоны, тыквы. Потому что они будут иметь очень красивую форму. Они украсят своими плодами ваш огород. И, кроме того, они накормят вас и будут кормить почти всю зиму. Листья большие, растение широкое. Дайте им побольше места. Ну, мы, естественно, хотим посадить помидоры. Томаты наши любимые. И вот тут обязательно подумайте, какой сорт томатов нужно посадить. Ведь существует два типа помидор. Детерминантные и индетерминантные. Что это такое? Детерминантные – это те, у которых ограничен рост. И мы сможем спокойно разместить их на наших грядках без подпор. Если же мы хотим высокие помидоры с какими-то опорами, тогда вам надо выбрать индетерминантные сорта. Но не забудьте, что чаще всего они потребуют посынкования, то есть удаления боковых плитей. Очень хочется сказать о декоративных и недекоративных капустах, об обычной нашей любимой капусте. Даже простая белокочанная капуста украсит ваш огород. Но уж пекинская или брокколи будут вам доставлять очень много радости. И в том числе будут прекрасны и привлекательны на вашем декоративном огородике. Мы все это прослушали, рассказы про различные растения, про то, как их правильно нужно сажать. И какие растения больше подходят для одного сада, для другого. И вот сейчас есть возможность все это попробовать самим вживую. Это очень интересно. И в питомнике, кроме того, что вот сейчас будет использоваться, можно посмотреть какие-то другие растения. И попробовать все вот это вживую, все своими руками. Есть возможность сделать, чтобы потом это можно было применить уже на своем участке. Или, может быть, у тех, кто хочет работать на участках своих клиентов. Ну и все. Последний штрих. Кладем газон. Все у нас красиво, все замечательно. Мы постелили геотекстиль под отсыпку, которая будет в районе лавочки и столика. Но для того, чтобы просто сорняки не прорастали, не пробивались. Прием испытанный, прием, который на самом деле все знают, но некоторые пренебрегают. Вот я очень советую постелить геотекстиль именно черный, любой, любой плотности, любого производителя, любого качества. Просто, чтобы была черная ткань воздуха и влагопроницаемая, но темная для того, чтобы семена сорняков, которые у нас остались внизу, не получали солнечного света. Потому что вот у семян есть такое свойство. Они начинают прорастать при солнечном свете. Как только свет попадает, семечко начинает расти. Как только у него света нет, оно не растет. Поэтому мы себя можем обезопасить. Здесь у нас сорняков, я очень надеюсь, не будет. И вот сейчас мы делаем отсыпку. Мы сыпем гравий, самый простой гравий. Значит, ну, достаточно мелкой фракции, для того, чтобы он уплотнился хорошо, чтобы у нас была ровная, гладкая площадка. И мы положили газон. Вот, знаете, газон это всегда очень приятно. То есть газон это как ковер в саду. Вот некоторые дачники начинают, и некоторые недачники начинают сад с того, что кладут газон. А потом, ну, здесь мы вырежем, здесь мы что-то посадим, а здесь мы сделаем то-то, а тут мы проложим дорожки. Это неправильно совершенно, потому что газон, он очень нежный, к нему надо очень трепетно относиться. Ну, действительно, вы же не кладете ковер на пол до того, как сделали ремонт в квартире. Да, это чудно. Вот газон это тот же ковер. Потому что, что бы мы ни делали потом, дорожки, посадки, это все, конечно, повредит газону. И вот эта поверхность, бархатистая поверхность, над которой так тщательно работали производители, ну, вот она должна остаться нетронутой. Все, замечательно. Газон у нас есть. Последний штрих. Сад практически сделан. Ну что, поздравьте нас. Наш первый садик готов. Еще 299 садиков, и все будет замечательно. Мы сделали его за день. Так что здесь ничего нет сверхъестественного. Берем, делаем. Главное, ничего не бояться. Сейчас вечер, вы видели, мы начинали утром, и весь день мы трудились. И, на самом деле, огромное спасибо нашей дружной команде, ребятам, которые были за кадром, но, в общем-то, все это сделано практически их руками. И нашим специалистам, нашим дизайнерам. И Елене Борисовне огромное спасибо. Наконец-то она сняла черные очки. Ну вот. Спасибо всем. И, на самом деле, любой сад одному человеку сделать очень трудно. Но когда за дело берутся все и берутся дружно, ну, это радость. Это не работа, это действительно удовольствие огромное. Но поэтому мы и занимаемся этим, поэтому мы ландшафтные дизайнеры, поэтому мы садоводы, агрономы. И с растениями действительно удивительно приятно работать. Так что спасибо телезрителям тоже, которые досмотрели эту программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!